В здании историко-культурного центра состоялось очередное заседание общественной палаты Ленинского муниципального района. На нем традиционно присутствовали не только ее члены, но и рядовые жители района. Участникам предлагалось заслушать доклад начальника управления архитектуры и строительства администрации Ленинского района Александра Панченко по внесению изменений в новый генеральный план городского поселения Видное. В заседание открыли председатель общественной палаты Владимир Ивлев и глава Ленинского муниципального района Олег Хромов. Подобные обсуждения проходят на постоянной основе. В частности, в середине ноября генплан общественная палата обсуждала совместно с представителями общества краеведов и Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. По итогам, в том числе и этой встречи, в генеральный план были внесены поправки. Сегодня у нас Александр Евгеньевич Панченко присутствует. И те вопросы, которые были, значит, инициированы комиссией общественной палаты, общественной палаты, которую мы подали в администрацию Ленинского района, они рассмотрены и ответы, я так понял, что большей части, ну, частично на них есть. Предваряя некоторые постоянно всплывающие темы, с жителями и членами палаты пообщался глава района. В частности, на вопрос, планируется ли преобразование района в городской округ, он рассказал, что не обсуждал этот вопрос с губернатором. И в ближайшее время такое территориальное преобразование не планируется. Он ответил на другие вопросы участников, при этом подчеркнув, что муниципалитет стоит на жестких позициях в том, что касается соблюдения интересов граждан района. При этом Олег Хромов призвал собравшихся объективно подходить к обсуждению генерального плана. Сразу могу сказать, что идеального документа, устраивающего 112 800 человек, зарегистрированных на территории муниципалитета, не будет. Так и не бывает. Но, учитывая все-таки объективное мнение и большинства, плюс мнение специалистов, мы должны принимать документ, который должен быть в свет жертвы. После обращения главы муниципалитета слово предоставили начальнику управления архитектурой и строительства администрации Ленинского района Александру Панченко. Основной темой его выступления стала транспортная инфраструктура района. Именно по ней возникает больше всего споров. Каждый с этим генеральным планом может познакомиться. Он размещен именно с целью, чтобы получить по нему замечание. То есть мы сейчас не говорим о утверждении генплана, сейчас генплан разрабатываем в яйца. В частности, начальнику управления архитектуры и строительства администрации были озвучены планы расширения школьной улицы до четырех полос от института до остановки в НИИКОП. Проект дороги из шестого микрорайона на трассу М4 Дон, реконструкция нескольких городских колец. Также представитель администрации рассказал о внесении поправок в зонирование некоторых участков города. Активное обсуждение генерального плана городского поселения Видное будет продолжено. Всю необходимую информацию, в том числе и по внесению поправок в генплан можно получить на сайте городской администрации.